Всем хай! Блин, ребят, вы себе просто не представляете. Но не иронично, сегодня сбылась одна из моих очень-очень-очень-очень давних мечт. Я попала к звездному корейскому визажисту, просто представьте себе. Спойлер, 200 тысяч. 200 тысяч. Да. Спойлер, макияж, который на мне сейчас, естественно, меня не делали в корейском салоне. В корейском салоне я пошла делать макияж айдола, чтобы из меня сделали айдола. В общем, мы едем в корейский салон красоты. Сегодня видео я снимаю не с Лианой. Познакомьтесь, это Мария. Потому что Мария со мной, а Лиана, к сожалению, не со мной. Поэтому сегодня у нас небольшая перестановка людей. С момента, когда на моем канале появилась эта рубрика про проверку салонов, я просто мечтала однажды полететь в Корею и сделать макияж там, где делают макияж местным знаменитостям. Я еду просто в максимальном ожидании того, что сделают со мной, как меня накрасят и как накрасят мою подругу. Вы себе просто не представляете, как сильно я ждала этого дня. Я действительно надеюсь, что все будет хорошо, потому что если будет плохо, ну, как вы знаете меня, я обязательно расскажу вам о том, что что-то пошло не так. Пока что не могу сказать, что мне что-то понятно, потому что я вижу просто один большой общий зал. Большой зал, люди там делают прически, выглядит все вот так. Нам сказали подождать здесь. Мы зашли в салон, все в салоне было интересно, но в плане сначала я, честно говоря, подумала, что это обычный салон и почему он считается каким-то звездным, потому что когда, ну, все буквально точно так же, как в любом другом нашем салоне, даже, наверное, ну, менее прикольно, чем в наших топовых люкс-салонах. Никакого у тебя золота и вот этого вот всего не было. И тут, знаешь, приходит моя визажистка, статная прям женщина, идет с переводчицей и собакой. Она была с собачкой, с маленькой собачкой. Вы знаете, когда мы увидели с подругой эту собачку, мы такие, о, боже мой, можно ли нам потрогать собачку? Она такая, да, да, конечно, можете там что-нибудь взять на руки и играть с этой собачкой. Я просто с лицом лица, подруга с лицом лица, так и начался наш поход в салон. Так, ну, девчонки модные ведут нас куда-то в другой зал. О, блин, вот это, конечно, жесть. О-о-о! Когда мы зашли в комнату макияжа, я увидела огромное количество палеток. Здесь просто гигантское количество косметики. И не только палеток тут, оттенки тонального, миллион штук кушонов, туши. Я не знаю, просто всего невероятное количество хайлайтеров. От них, наверное, штук 40. Прям огромный-огромный выбор всего этого, сами видите. Это, конечно, очень интересно. И, в общем-то, когда я насмотрелась на все это добро, мне в руки дали вот такую вот карточку, чтобы я могла заказать себе какой-то напиток. И, внимание, ну, можно сказать, что меня уложили на стул. Да, здесь делают макияж не сидя на высоком стульчике и гримерном столике, а, блин, на какой-то массажной больше кушетке. Чуром, это пройдет. Угу. Сейчас сказали то, что на лице у нас специальный пэт, который делает люто лифтинг, и если вдруг у меня сейчас никогда высохнет все это добро, я не удивлялась. В Корее вообще много всего интересного, например, это. Недавно я была на мероприятии от Геншина, и, знаете, со мной даже пошла моя подруга, которая в него не играет, потому что я ей так много рассказывала про Геншин Импакт, что ей стало интересно. И после этой выставки и этого мероприятия она была в этом крайне сильно заинтересована, поэтому я хочу заинтересовать тоже и вас, и сказать, почему я так сильно люблю Геншин Импакт. Геншин Импакт — это приключенческая игра с открытым миром. В Геншине есть земля под названием Тайват, и это тот самый мир, в котором начинается и продолжается все приключения. Там есть аж семь уникальных регионов, которым может исследовать любой игрок. Каждый регион Тайвата обладает своей уникальной культурой. От стиля архитектуры, национальных обычаев и образов. Очень легко погрузиться в этот волшебный мир и делать там все, что вам нравится. Готовить, проходить квесты, собирать ресурсы, все, что угодно, можно даже свой дом обустраивать. А еще там есть элементы, и, используя их силу, можно побеждать врагов или решать головоломки, а также комбинировать эти элементы и получать что-то очень крутое. Подешествие в Геншин, оно никогда не будет скучным, потому что по ходу приключения присоединяется огромное количество потрясающих персонажей. И у каждого персонажа есть своя история и свои особенности. И совсем недавно вышло новое обновление 3.2, где продолжают развиваться, конечно же, сюжетные обновления. Появился очень долгожданный в семье пятизвездочный деммер и персонаж Нахида, я ее очень ждала. Она физик чистоты, а еще фантастическая вечерняя звезда Лайла, которую тоже все очень сильно долго ждали, которая специализируется на теоретической астрологии. Укройте для себя совершенно новый мир, скачав Геншин Импакт по ссылке в описании. А еще можно сканировать QR-код. Не забудьте использовать бонусный код на экране, чтобы получить ускоренный старт в игре и ништяки. Блин, реально я уже чувствую такую легкую стянутость. Очень интересно, что это за средство такое. Неужели мне прям лицо сейчас натянет? А теперь мне наносят какой-то увлажняющий крем. И очень интересно, что здесь именно лежишь, то есть тут не сидишь. Куча всякой прогулы, да интересные. Боже, как прекрасно, когда тебе наносит прям селфер светлый тон. Не когда, как у нас обычно берут самый темный оттенок, а прям светлый-светлый. Это мне прям очень нравится. Из того, что меня очень сильно удивило, было так много необычной косметики. Прям очень много. Там даже была клизма. Я не знаю, клизма, керлеры поджигались. Какие-то палочки были использованы. Сама косметика, вот именно средства, они были просто другие. Я такого никогда не видела. Даже в магазинах корейских я большинство этих продуктов просто не встречала. Конечно, что-то встречала, но что-то нет. Отвечая сразу на интересный вопрос, который нам был очень сильно любопытен с подругой. Была ли европейская привычная косметика? Да, была, но было ее очень мало. В основном это был MAC. Это был... Тонный Сталаудер или Тон Армани, ну что-то вот в этой категории. И в целом на этом, наверное, все. Потому что прям большинство косметики, которые они использовали, была корейская. И даже ярких палеток, вот которые у нас там наших европейских брендов или американских, у них не было. А что, самая интересная часть, мне делают брови. Я вообще не представляю себя с корейскими бровями. Не знаю, как это будет выглядеть. Брови мне оформляли самым обычным карандашом. У меня тоже был такой карандашик, это от бренда Shoei Amura. И, если честно, я миллион раз его пробовала использовать, у меня никогда ничего не получалось. И когда она его достала, я подумала, ну все, никаких корейских бровей у меня никогда не получится. Потому что у меня реально был опыт с этим продуктом, не самый лучший. И сижу я, значит, сижу, туплю, туплю, туплю. И тут бабах, смотрю на свои брови и просто, ну здравствуйте, это что такое вообще? Блин, ну, кстати, реально прикольно. Я никогда не получала сделать себе брови. Ну вот именно, чтобы они были пушистые и светлые. Оно как будто бы даже нормально выглядит. Когда мы только-только пришли в это помещение, нам сразу притащили вот это вот маленькое меню с напитками. Мы выбрали себе по напитку. И когда мне уже начали делать макияж, мне принесли мой кофе. И я удивилась, потому что я, во-первых, лежала. Ну, как вы видите, я находилась, большинство видела вот в такой вот позе. Поэтому у меня очень странные ракурсы шли. Я не могла нормально снимать вот так. И бы снимать вот так было бы просто на кринже. Я обмешала своей рукой, да, понимаете, визажисту. Поэтому большинство ракурсов было снято вот так. Так я лежала. Ну, значит, лежу я, делают мне макияжик, массажик. Все потрясающе. Тут приносят напиток. Я, естественно, спрашиваю, ребята, вам как бы норма будет? Если я буду напиток отпить, все-таки это будет мешать. И они такие, не-не-не-не-не, ты пей, ты пей. Вообще хочешь, мы тебе еще еду принесем. Я такая, о, боже мой, какой сервис, какая жесть. Но прикольно. Делаем гюсталь. Первый раз делала, прям профессионально. Конечно, очень сильно отличается. Вообще не как у нас, но оно и понятно. Оно и не должно быть как у нас, потому что другой стиль. Но так интересно. И даже вот сейчас лицо совершенно другое, капец, ребят. Вот блестяшки наносят. Блин, а быстро делают еще? Полчаса. Полчаса прошло, да, пока? Прикольно. Мне очень интересно, какой в итоге у меня получится образ. Или сколько тебе сделают? Если они будут похожи на Джейк и Глуппинг, я сделаю. Ну, мне сейчас делают прям круглые-круглые глаза. И, ну, для меня это плюс. Я такое люблю. Но для многих, я думаю, кто любит там миндальные глаза, вот это вот все, я думаю, не расстроится бы. Но мне нравится. Мне реально сделали прям, ну, такие лютые, круглые глаза. Я просто, ну, другое лицо. Это круто. Всегда очень интересно посмотреть, как работают профессионалы в других странах. Потому что, ну, реально корейский макияж, ну, очень сильно отличается от того, что делают у нас даже в стрелках. И когда мне стали рисовать стрелку, которая направлена вниз еще и длинную, я реально офигела. Для заинтересованных в Азии людей далеко будет никакой не секрет, то, что здесь в почете это детскость, милота, няшность, то есть что-то такое вот милое, что-то такое вот, знаете, достаточно даже в какой-то степени скромное. И вот такое вот уву. Конечно, у нас стиль абсолютно противоположен. Наши предпочтения. Вот эти вот все потрясающие восточные макияжи, которые у нас делают, вот с такими вот стрелками потрясающий альтпанк макияж. Даже вот это вот все то, что у нас в почете здесь-то вам никто не сделает. Я думаю, если я приду сюда запросом сделать мне, пожалуйста, макияж в стиль Гуар Витсян, она меня посмотрит, как мы больного, и скажет, что мы такое делать не умеем. Впрочем, было бы интересно, кстати, сюда пойти в салон, показать вам обычный референс нашего макияжа. Как думаете, может быть, есть смысл снимать такое видео? Вам это будет интересно? Я же реально пойду. Охренеть, вы у меня стрелку нарисовали. Пипец. Круто. Макияж очень-очень быстро наносился. Если честно, это было даже как-то весьма необычно. Потому что обычно к этому моменту я привыкла, что мне только-только заканчивают тон наносить, а здесь мы уже работаем с ресницами. Кстати, вот сейчас вы просто офигеете, потому что начало-то обычное керлер, потом пошел почему-то клея для ресниц, хотя туши у меня никто в глаза пока еще не потыкал. И смотрите, здесь вот такие вот пучковые ресницы, но это не пучки, это буквально одна ресница. То есть обычно мы привыкли, что в пучке ресничек сколько? Ну там 5-6, там некоторых по 7-10. А здесь один пучок, это одна ресничка просто толстенькая. И вот так вот по одной реснице, в прямом смысле слова, мне в некоторых местах мои личные ресницы удлиняли. Тяжело объяснить, но вы сейчас поймете, о чем я. Я тебе прям по одной, и они тебе до этого туши не наносили, сразу то есть склеят ресницы. В какой-то момент визажист подожгла палочку. Ну это та же самая палочка, которая нам делают ногти апельсиновые, да, если я ничего не путаю. И, ребят, она просто поджигает палочку, я даже не сразу плянула, потому что я в этот момент не снимала. И тут я чувствую, что она что-то жжет, и это же что-то идет к моему глазу. Нет, я не испугалась, сразу скажу. Мне просто было это очень странно, потому что она реально делала вот так вот мне раскаленной палкой. Зачем? Не знаю зачем. Они, короче, на обожженную палочку прикладывают красницам. Зачем? Не знаю, первый раз такое вижу. А, типа как куш? Не знаю, но это странно. Обожженная палочка прикольная. Но странно. Мне сказали, что меня хотят сделать более милой, а не вот это вот все. Но я сказала, что, конечно, класс. Потом я сказала, что обычно я предпочитаю такие более яркие образы, и показала им несколько своих фотографий. У людей был шок, паника. Они не поверили, что это я сама делаю. Но я сказала, нет-нет, все, делаю вот этим вот руками просто. Вот такие вот стрелки у меня рисовала. Ну, просто, ну что за дитя, я не знаю. Какое-то маленькое дитя. Потом мы приступили к румянам. И мне было тоже очень интересно, как мне их нанесут, потому что, я думаю, вы сами видели много раз, что в кореянке вообще по-другому наносят румян. Ну, в принципе, как все остальное, как мы уже поняли. Да, обожженная палочка в глаз все еще передает привет. Это было реально странно. Но румяны оказались такие крутые. Блин, мне так понравился этот цвет. Это какой-то сахарный персик. Я просто вообще сидела, потом фотографировала эти румяны, потому что какой-то реально, ну, оттенок офигенно крутой. Кстати, после похода в этот салон, я реально вынесла для себя огромное количество новых продуктов, и я поделюсь с вами ими в телеграм-канале. Поэтому обязательно подписывайтесь на мою телегу, если хотите посмотреть, что вот мне реально мега сильно зашло, и чего я не знала раньше. Искусите меня, этики. Да, ребят, это действительно клизма. Зачем она нужна была, потом расскажу. Бравей было, конечно, очень интересно. Что сейчас интересно будет дальше? Столько всего. Да, я люблю этот цвет. Очень красиво. Ну цвета, правда, хорошие. Кстати, обратите внимание, что помаду мне наносят не из тюбика, а ватной палочкой. Прям реально ватной палочкой. Когда мне закончили делать макияж, ну, я такая, все, макияж класс, спасибо большое, или это поля, мне просто предложили сделать укладку. Мне просто предложили сделать укладку в подарок. Просто, вот просто так, типа, мы сделаем тебе укладку. Сказать, что я офигела, ребят, вообще ничего не сказать. И еще сейчас сказали, что пойдут делать мне прическу просто так. Круто. После макияжа сказали, что сейчас мне еще сделают местную укладку, ну, что, посмотрим, что будет. Но выглядит как-то вот так. Если честно, это похоже на макияж, который я делаю себе раньше, ну, мне реально, мне раньше нравится, это выглядит очень мило. Вот такой вот я была бы, ай, да, да. Нет, ты была бы такой. Скоро у меня выйдет трек в стиле кей-поп, гипер-поп, живите с этой информацией. Я думаю, спойлер здесь уже ни к чему, и так все очевидно. И клип еще в Корее потом снимем, наверное. Ну, если я скачу. Ну, это такой очень жирный спойлер только что был. Продолжаем. Пока я ждала моего мастера по волосам, я посадила подругу тоже на макияж. Потому что, когда я записывалась, я сказала, что я буду с подругой, мне тоже нужно, чтобы мои подруги обязательно тоже сделали такой макияжик. Она была начинающим-нибудь блогером. Начинающим проверятелем салонов. Я была начинающим проверятелем. Интересно, замажет ли мой второй подвороток. Ну, что ж, посмотрим, что мне сделают на волосах. Мастер по волосам взяла фен, расческу и прямо на сухие волосы. Ничем предварительно их не удобрить, но не удобрить. Не удобрила и стала что-то делать с волосами. Блин, тоже очень интересно. Маше тоже рассказывали о том, что они используют, как они ее красят, давали какие-то лайфхаки, чтобы на ночь, например, можно эти пэтсы использовать. И тогда у тебя появится эффект лифтинга. Короче, это было реально очень круто и интересно. Больше всего мне интересна ее реакция, как человека, который в первый раз пошел на проверк салон, да еще и в Корее, блин. Пады офигенные. Чувствую мистерку. Капец, мне интересно, чем я с прической натворят, конечно. А потом произошло это, и я поплакала. Да. О, мой бог, реально? Для реально? Для нас? Для нас? Расплакалась от того, что всю косметику, которая мне понравилась, которая просто говорила, о, это что, это что, это что? Мне сказали, что это вам дар. А я такая, а. То есть, значит, прическа дар, косметика дар, подружку сделали, короче, вес. Ой, ребят, он слез накатывает, он такой сервис везде был. Ладно, за 200 тысяч это, в принципе, нормальный, наверное, сервис. Все равно приятно, душевно, душевно, да, я стала очень сенситив. После всех этих ситуаций в Корее, которые тут произошли, я стала очень сенситив, да. Поэтому могу расплакаться из-за всего. Я думаю, понимать, о каких событиях я говорю, но это не хочется обсуждать здесь. Вот это вам и сервис, и патчи дали, которых в продаже еще нет, эксклюзивные. Охренеть можно. Чувствую увлажнение. Капец, ничего хайпового там делают. Кто этот человек вообще реально? Хайповый. Наносит метон. Учит хаос. Собочка-то новенькая. Блин, собачка вообще не вошла. Это не вошло в кадр, потому что никто этого не ожидал, но визажист также взяла керлер, ну, вот эту штуку, у которой ресницы делают, и тоже его подошла. То есть она прям вот эту резиновую часть, она прям водила с зажигалкой. Но не Маша это не сняла, не я не сняла, потому что, знаете, это такие вещи, которые ты не ожидаешь. А мы же не все время сидим с камерой, как вот так просто. Мы снимаем там какие-то моменты интересные. Но мы, короче, просто исчезли этот момент, поэтому просто поверьте, они поджигали керлер. А еще мне сейчас сделали керлер, горячий керлер. Да? В смысле? Ой. Мой макияж, что просто приключение слюнявчик, от этих летчетел, куда-то улетел. Он вернулся. Он вернулся. На самом деле, по времени все это заняло очень мало. Мы вот вдвоем провели меньше двух часов в салоне красоты, то есть примерно на час по часу на каждую, при том, что мне еще тут и укладку, как видите, делают. Ладно, сейчас я вам покажу результат, который у нас получился, и у Маши тоже покажу, но перед этим хочу отметить, что мне сделали в подарок укладку, и когда Маша закончила делать макияж, ей тоже сказали, давайте-ка и мы вам тоже сделаем укладку. Мы, конечно, ребят, просто офигели. Сейчас покажу вам, как мы расплачиваемся, сколько у нас реально получилось, и покажу конечный результат. Так, ну тут вообще посмотрите, ну просто реально. И макияж делал человеку одновременно, и волосы, какая красота. Посмотрим, что тебе сделают. Посмотрим. 111 тысяч, у нас не валюта. За всех? За двоих, за уплату, за все, да. Ну, на двоих, это надо, мы там другое другое. А, пол, слои, слои? А, вот. Пол, слои, 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 слои. Нет, два, 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 два. Короче, по цене получилось 111 вон на каждую. То есть, получается, суммарно 220 тысяч мы отдали. Вот такие образы у нас получились. Мы, если честно, целый день просто потом ходили, фотографировались, снимали видосики, потому что было очень здорово. Мой макияж мне действительно нравится, он выглядит достаточно простым, но здесь столько всяких техник необычных. И, ну, не знаю, не могу сказать, что мне кажется, что мне это идет, потому что все-таки это немножко не мой вайб, но, по-моему, получилось здорово. И в качестве макияжа, который я не делаю каждый день, такой натуральный, легкий, ну, по-моему, получилось весьма-весьма неплохо. Напишите, как вам нравится, не нравится этот макияж. И не прощаюсь с вами, потому что нам еще с вами на проверку маникюра в корейский салон идти. М-м-м. М-м.